Это мне когда? Мне болтать-то некогда, я и так до старости у вас в палате староста, А может и до дряблости я буду тут как раб грести. Слушайте, у вас ни сил, ни лидера, вы зажирели, видимо, а чуть прервем наш коитус. Вы сразу же накроетесь, а ты, Сыковское пальто, живой курьё с историей, Ты просто неизвестно кто, чтоб мы с тобою спорили. За меня ещё в завале все уже голосовали, а сейчас за колбасу я вообще на них носу. На самом деле Лея Хиджаков произносит эту фразу от лица Путина. Это как бы речь Путина десятилетней давности, даже более чем десятилетней двенадцатого года. Что интересно, там на сцене сидит дирижёр всего этого мероприятия Андрюша Вася Васильев. Легендарная фигура в отечественной медийке, я помню его ещё по работе «Московского мосомольца», потом он возглавлял «Коммерсант», мы с ним вместе в штабе Березовского заседали в 99-м году. Выдающийся абсолютно журналист и редактор, конченый, человек вообще без каких-либо принципов, но большой придумщик. Он выдумывает на ходу, импровизирует, и в этом ему равных нет. В чём-то он мне напоминает Невзорова Александра Глебовича. Я здесь не разжигаю никаких этнических моментов, не имею в виду, а я имею в виду подход к профессии. Это журналюги. Такие люди без даже намёков на принципы. Могли бы политикой заниматься, кстати. А есть ещё версия медицинская, почему он начал войну офигенной, хотите? Курирующий у меня врач, он вообще немецкий врач, кличка у него «Татарь». И у него версия очень изящная версия. Он говорит, ну вот существует такой препарат, ну, собственно говоря, есть «Виагра». «Виагра» для того, чтобы стоял. А есть более сложный препарат, который, вот, чтобы ты захотел, чтобы у тебя стоял. Ну, он более сложный, тоже его колят. Ну, как бы, условно говоря, это тестостерон, вот. Ну, в каких-то там, условно говоря, в какой-то упаковке. И, как его обычно, ну, колят, да, поехал ты в отпуск с молодой тёлочкой. Ну, на неделю тебе вкололи, и отлично ты себя чувствуешь. Вот, а поскольку у Путина такая тема, там, у него и Кабаева, кривоногих, сухоруких, там, одноглазых. Ну, так говорят. Ну, говорят, да, ну, условно говоря. Это версия, повторяю. Версия. Версия, причём не моя, врача немецкого. Вот, и ему всё время колят это дело, а эта штука, у него побочный эффект, она повышает агрессию. И если мы просто перестать колоть эту хрень, и будет он трахать, там, ну, не всех подряд, а, условно говоря, там, одну девушку какую-то. То есть всё в порядке, война сразу кончится. Друзья, вот слухи, я думаю, что это явный вброс, но, тем не менее, такой вброс тоже циркулировал, о том, что якобы путинские стоят за этим проектом. Ну, может быть, и не финансовая составляющая такая. Я думал об этом, да, я быков спрашивал, почему нас считают путинские проекты. Я действительно так запарился, и я подумал, понимаешь, ты же бык всё-таки честно пишешь. Ты можешь писать, что Путин не... Дима честно пишет? Да, 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 и месседж абсолютно. И вот мы иногда даже согласовываем месседж. То есть это не совсем, это вполне себе. Ну, так вот, я говорю, понимаешь, как бы ты не относился плохо к Путину, он у тебя всё равно получается, такой мужик. Он, может, зловещий, плохой, но он такой, серьёзно. А Путину только это и надо. А Медведев у тебя... И оно тоже так и есть. Поэтому, а там же у них были очень сложные отношения в прошлом политическом сезоне. Ну, там, якобы Медведев хотелось... У Медведева, я думал, у Быкова. Нет, и Медведев якобы хотел опять на второй срок, там, ну, как это были, разборы. И, ну, были плохие отношения. У нас действительно, если посмотреть весь наш проект, у нас Путин, конечно, зловещий и страшно. Он плохой человек, но он всё-таки человек. А Медведев вообще не засечёт. Так просто сложилось. Я говорю, ну, конечно, опытные политические люди говорят, ага, мы видим, на самом деле, ну, в какой команде вы играете. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30. На телеканале «Москва-24». Скажи, Васильев сказал, что в апреле он закроет, ну, в следующем проект, и уйдёт на пенсию, как он сказал. Ну, Васильев и просто после, и перед гражданином. Он говорил и перед гражданином поэтом, он говорил, что он уйдёт на пенсию. Так. О, это он, это как бы, это его... Кокетство? Я думаю, да, это его облагораживает самого его в собственных глазах. В случае чего, я ни при чём, я пенсионер уже, с меня взятки гладкие. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30. На телеканале «Москва-24».